Доброе утро всем! Вчера на рынке продавец творога прям настоятельно требовала чтобы я попробовала творог но ложечки маленькие разовые давала а просто зачеркнула вот этот совок с творогом и все ну попробуйте попробуйте то есть я должна была руками что ли взять или как я не стала пробовать хотя бы надо было понюхать мне этот творог очень кислый такое ощущение что его собирали всю неделю ну и все сегодня только вот сырники попробую из него сделать даже на расстоянии чувствую как он кислый перекислый добавила 2 яйца сахар соль немножко добавлю и сформирую сырники сырники мы любим готовим часто но из такого кислого как-то ни разу не приходилось в общем то к этому продавцу я больше подходить не буду точно видите как вот попробовала все время пол седьмого проснулись шесть вчера тучи набежали в небо черный был с утра думал ну все дождик по прогнозу не было дождя и вы знаете через час распогодилась опять замечательная погода на весь день вот и наш завтрак сырнички сколько съедим не съедим значит в морозилочку их отправим домашняя сметанка мед кофе с молоком кстати спрашивали про воду вода замечательная просто замечательно в каком плане накипь не образуется никакого запаха нету то есть мы пьем воду без фильтра это удивительно для нас вот михалыч сюда удивляется говорит даже когда в чайнике мало воды и доливаешь уже доливаешь ну выливаешь последнюю в крошку да и он все время ждет что этот осадок сейчас польется с 1 чайника а нету вот он смотрите больше неделю мы пользуем чайник и чистейший а у нас бы за больше недели это уже бы слой был в полмиллиметра или в миллиметр даже раз неделю мы там обязательно чайник кипятили с уксусом либо с лимонной кислотой а здесь не надо нет такой необходимости так что мы этому тоже рады сметанка отменная сладкая попробовала какая густая настоящая всем приятного аппетита кто с нами завтракает и оставайтесь с нами на весь день можно немножко отдохну с вами поговорим там жарко газон косить михалыч не вытерпел пожалел меня тоже пришел покосил не помог вчера ролик вы выложила как начали косить наш газон и сегодня прямо утром только успевала отвечать много очень комментариев да купите себе газон косилку сначала начала отвечать подробно почему не покупаем а потом вижу что все пишут купите себе тренер купите себе газонокосилку пожалейте мужика и в таком духе кто меня пожалеет мой газон и я за ним буду ухаживать хотя михалыч сейчас мне тоже там простриг помог хорошо сейчас покажу вам сколько мы сделали медленно идет это понятно объясняю всем чтобы каждому не отвечать пожалуйста друзья наши дорогие будьте терпеливы мы живем всего тут две недели мы бросили все на алтай не бросили оставили все дочери мы там прожили на алтае 35 лет с мужем из-за этих 35 лет мы обросли инструментами всякими гаджетами полезными у нас было все но раз мы решили начать жизнь с нового листа то есть переехать на кубань осуществить свою мечту все с собой невозможно было забрать и не потому что дорого там вести недорого дело в том что дочь у нас проживала ранее в квартире в небольшой теперь они живут в доме в нашем и там же и огород там же работают эти ремонтные работы надо производить поэтому практически все оставили им семье дочери они сейчас этим хорошо пользуется успешно потому что им тоже сейчас покупать это надо деньги и вот здесь мы на новом месте начали с кастрюлик с подушек с матраса вы сами это все видели прекрасно знаете все сразу купить невозможно на это нужны средства я не жалуюсь абсолютно ни в коем случае нет хотите я вам список оглашу вот у нас список у нас каждый день пополняется что нужно купить в первую очередь читаю бензопила печка в баню потому что эта печка дымит газонокосилка прицеп для мотоблока чтобы допустим ездить за дровами где-то напилить потому что в посадках очень много сухих дров для этого нужна вот бензопила чтобы поехать там напилить и прицеп чтобы привести дрова для бани нужны дальше машина нужна своя сыну надо машину отдавать без машины здесь никак велосипед я пишу велосипед сегодня сможем только поговорили что велосипед хотя бы один на семью надо диван диван нужен потому что детки вот так мало ли когда заночевать артем с катей они подальше живут зумя свернись с одной пересадкой не едут на двух автобусах нам поэтому если вдруг где-то припозднили смогли бы у нас за ночевать мы с удовольствием их у нас уложили но пока спать негде одеяло теплое надо у нас одеяло сейчас летние под ним жарко спать но придет зима и надо будет теплое одеяло это я говорю о том что нужно в первую очередь покупать пиломатериал для курятника пиломатериал вообще ни одной досточки тут нет ни одного полешечка ни одной даже кусочка вот такого минус того что серёга рядом живет он все вылезал под метелочка все убрал прибрал поэтому когда дома продаются со строительным хламом это супер и не только строительный хлам когда остаются банки тяпки лопаты доски проволока какая-то это супер это здорово а нам здесь приходится вот это все покупать стойки для винограда вот это то что нужно в первую очередь нам стойки нужно сваривать сварочник видите как не написали сварочник сварочный аппарат михалыч его зятью естественно оставил не повяз виноград у нас есть полег там столбики подгнили мы хотим металлические столбики натянуть виноград повыше и уже тогда будет видно как его правильно обрезать а так он когда в кучу просто лежит это сделать невозможно правильно его не обрезать тему для обрезки винограда мы изучаем очень усиленно я смотрю михалыч уже вперед меня ушел в этой теме дальше машина торфа нужно необходимо у добре земли сейчас будем деревья сажать кустарники сажать новую малину пересаживать то нужен торф обязательно в ямке от в эти лунки добавить еще курятник козу курчик козу собаку кошку это мои уже хотелки но и реально пока некуда нам не козочку некуда не курочек некуда собачку тоже будку какую-то револьер чик надо что-то потому что но где она будет лежать просто под открытым небом тоже плохо кошка ладно она вот тут на диванчике может можно домики и соорудить из коробки а для собачки надо посерьезней хочется все и сразу мы все сразу не получается поэтому пожалуйста будете терпеливее или терпимее я понимаю что вы хотите нам помочь своими советами что кажется что мы неправильно вот этими ножницами для кустов мы режем траву на газоне но мы посчитали так вернее я посчитала так что газонокосилка пока подождет лучше взять ножницы которые можно и газон покосить постричь и постричь вот этот можжевельник а также ветки в саду постричь то есть универсальный такой купили инструмент а если просто газонокосилку купить то она только газонокосилка правильно это как знаете хороший повар у настоящего повара как ты смотрел итальянского повара он говорит настоящий повар у него должна быть хорошая доска разделочная и хороший нос нож тесак нос тоже должен быть хороший итальянский вот а мы же начинаем себя терками обременять комбайнами всевозможными мясорубками миксерами и тому подобное нет настоящий повар только нож и только разделочная доска и он этим должен ножом должен уметь работать виртуозно и любое блюдо мог приготовить именно только с помощью ножа вот такие дела ну что пойдемте вам газон покажу каком состоянии пока стрижем газон там еще трава потом под деревьями сам газон не растет потому что там тень а вот от этих деревьев опять же соседские деревья так вот так примерно у нас получается сено тут же сушим почти половину сделали здесь осталось эту полянку закончить все будет красота надо будет его полить и наверное еще чем-то удобрить я пока про газоны не читала в темно-синем лесу где трепещут осины где с дубов колдунов облетает листва на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова а нам все равно а нам все равно пусть боимся мы волка и сову дело есть у нас самый жуткий час мы волшебную косим трэн траву а дубы колдуны что-то шепчут в тумане у поганых болот чьи-то тени встают косят зайцы траву трэн траву на поляне и от страха все быстрее песенку поют а нам все равно а нам все равно пусть боимся мы волка и сову дело есть у нас в самый жуткий час мы волшебную косим трэн траву а нам все равно а нам все равно можно ой не уж чтобы я была против газонокосилки ребят просто бы прогулялась с ней и все вся трава в мешке давай работай у меня же рука дрожит ничего помалью не копать потихоньку знаете сантиметров 50 сделай полметра сижу отдыхаю опять сантиметров 50 отдыхаю вода эти воды все я слабак я устала и халтик ты че так мало постригла я устала мы сейчас здесь раскидаем сено и будем сушить спасибо тебе за помощь дорогой сегодня воскресенье мы не выездные охота окрошки все есть кроме колбасы мы с марусью переписываемся она грудь а что не зовешь гости мы сейчас колбасы привезем будем окрошку ставь яйца с картошкой но все поставила ждем наших детей михалыч ходит волнуется детей ждет от меня нигде не скроешься да я сходила помылась в баньке в смысле души горячим все переоделась на жару больше не пойду буду в прохладе ответила вам на комментарии молодцы все такие юморные наш юмор понимаете вот вы знаете да юмор иногда проскальзывает у нас в наших роликах это не постанова там сразу видно да но сколько проскакивает мимо потому что камера же не всегда включена у нас это просто вот ну целыми днями ржем и ржем и ржем то я что-нибудь скажу то михалыч что-нибудь ляпнет а зачем разуваешься? не разуваешься? на себе деда! когда скучать в этой бриоте под 제 flor как не passa про мани케 как первая деда! про мани uncomfortable я знаю деда! しょ вот так вы хотите под заказу я что блин ржем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ А мы делаем окрошку. КОНЕЦ Такой листик на голове, Ксюша. КОНЕЦ Ну, вот совсем прям островок уже остался. КОНЕЦ Остров, а не островок. О, да. Ой, а мне тут в тенечке так хорошо стоится. Любоваться, как вы тут работаете. Все. Все? Устал? Ты в тенек только иди. Ксюша, бери грабли тогда ты. Бери, Ксюша, потом подмести лучше после всей работы. Ксюша. Одно заработает. Ксюша. 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 Вот тут можно лежать. я сегодня валялась уже тут так же как и ты только на животе уже окрошки наелся ты на него садишься размораживаю мясо вот у меня кусочками помните мяготь я покупала немножко разморозится михалыч комбайн поставит и прокрутит его на тестомисе и в отличке я вам говорила что мне 15 летний она такая страшненькая уже вниз пеку хлеб в ней же замесила тесто для пельменей сейчас я его домешу немножко и в холодильник и поставлю сразу хлеб туда я вам говорила же что я тесто раскатываю вернее хлеб тесто уже на глаз делаю то есть хочу с молоком хочу с яйцом можно на воде делать без ничего такое тесто отличный помощник не холодильник я вот так он накрою пусть стоит так теперь хлебушек так что ли поставить берем дрожжи дрожжи у меня сырые ну вот так примерно кладу на дно сыплю это солодильник теперь теперь муку примерно пол килограмма прям туда так ситом просеиваю примерно может это будет 400 грамм я не знаю у меня просто на весах батарейка села при переезде видимо там сдавились они все теперь воды туда если воды мало можно давить в ходе замеса примерно 300 миллилитров теперь сахару соломую ложку и соль соль чайную ложку и соломка а соль сюда и растительное масло 2 столовых ложки все если воды мало налила и чуть-чуть могу долить во время замеса то есть она мне открывается хлебопечкой можно заливать вот такая у меня старушка хлебопечка panasonic называется видите на размешивать я поставила режим на два часа то сейчас он размешает сейчас долью ложечки сейчас он размешает потом подогрев включает еще и дрожжи начнет работать я вижу что жестковато поэтому сейчас принесу немножко чуть-чуть добавлю и делаю хлеб сейчас на рабочий стол шатать да либо печку поставила эту тумбочку шатает от себя включи сначала ура маруси упертая григи отдохни нет смотрите она и доделала до конца умничка моя вот сколько сена у нас теперь чего жалко шорты правильно давай не такая ловкая вот так дружно полепили пельмени кроме тима 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 уснул поспал набегался сейчас я бы тишек накормим на пельмешки и отлично мне как пришлось опять снимать я нам варю дождались мастера лачку так я приподниму а вы это вытащите это да да сейчас подождите все 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 в сверху поглядеть ухты девушка какая это нажали ну что-то работает будем надеяться конечно конечно помыла возьмите ура грузчик работа не вышел неужели по одному так ездит узкая луна какая сегодня металла 200 хорошая тележка до свидания спасибо а Сейчас распишитесь. Субтитры создавал DimaTorzok